Четвертый открытый турнир по армрестлингу на призы Городской общественной ассоциации инвалидного спорта «Витаспорт» собрал в Журавлевском гидропарке 70 участников из четырех областей. Победители и призеры в паре армспорте и классическом армрестлинге определялись на правой руке в абсолютной категории на левой. Главная цель – это привлечь молодежь. Я тут наблюдаю не только молодежь, здесь уже более солидные люди есть, и 30-40 лет. Ну, к нормальному проведению, время проведению. Это спорт, это самое лучшее, наверное, время проведения. И надеемся, что будем развивать и проводить. Вот в рамках Харьковской мили, которую проводит Александр Анатольевич Громов, мы проводим армрестлинг в рамках этих соревнований. Армрестлинг популярен во всем мире и является кандидатом на включение в программу летней Паралимпиады. Выступить на играх мечтает и титулованный харьковский рукоборец, чемпион Европы, победитель Кубка мира Николай Тативосян. На домашнем турнире среди спортсменов-колясочников ученик Вадима Красова стал серебряным призером в весе свыше 75 килограммов. В финале он уступил полтовчанину Алексею Пушкарю. Но в отличие от соперника, харьковский спортсмен выступал не в своей, а в более тяжелой категории. Армрестлинг приравнивается к видам единоборств. Для меня это очень важно. Пробуют всегда разных соперников. У меня просто была травма правой руки и я долго останавливался. Сегодняшний поединок это была проверка. Единственную победу хозяевам в пара армрестлинга принес Олег Аборнев, который в финальном противостоянии в весе до 75 килограммов одолел своего земляка Вячеслава Хихлова. В классическом армспорте самым звездным участником был неоднократный чемпион мира и Европы, преподаватель кафедры физического воспитания военного института танковых войск Тарас Ивакин. Но в число призеров 44-летний харьковщанин не попал. Сказались старые травмы и отсутствие соревновательной практики. Зато его воспитанник Иван Камаря держал победу в весе до 80 килограммов. Для меня главная цель, чтобы мой ученик показал то, что он может. В следующем году у меня, как говорится, юбилей, 45 лет, поэтому думаю, сделаю себе маленький подарок. Поборюсь на чемпионате Украины по ветеранам. А там дальше видно будет. Опять же, как говорится, все зависит от подготовки и от обстановки. Мы люди военные, поэтому не всегда некоторые моменты можем прогнозировать на длительный период времени. Победителями домашнего турнира и обладателями призов от витоспорта стали также Юлия Гадаева, Рустам Кувандинов, Анатолий Гончаренко, Вадим Жариков и Дмитрий Ерохин, который первенствовал на правой руке, весе свыше 90 килограммов на левой в абсолютной категории. В сентябре в Грузии состоится чемпионат мира по пара армрестлингу и армспорту.